Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 17 марта и сейчас я отвечу на некоторые вопросы, которые волнуют многих в этот период. Конечно, про рассаду. Несколько дней некогда было выходить, даже не отвечала. Вопросов скопилось. Ну и, конечно, вопросы, больше всего будут ответы на те вопросы, которые касаются каких-то недостатков рассады. Тут вот сейчас очень много посыпалось вопросов и вытягивается, и выглядит не так. Сейчас начнем все по порядку. Так. Ну вот тоже пишут, что теперь бесконечная пикировка, перевалка. И я сегодня уже говорила про это томатное рабство, что в это время, в марте, вот я попадаю в это томатное рабство, когда вообще совершенно нет свободной минуты. Последние я еще сею, первые переваливаю, средние пикирую. И получается, что все вот эти процедуры наслаиваются друг на друга. Вот. Сейчас начнем с комментария Натальи Стручковской. Пишет. Скажите, пожалуйста, когда вы сеете толстоногие томаты, что они у вас уже так хорошо... А, когда вы сеете толстоногие томаты, если они у вас так хорошо подтянуты, рассада? Я посадила в середине февраля, и у меня еще только по два настоящих листика. Смотрю на ваше видео, плакать хочется от того, что у меня рассада совсем никудышная. Вот я сегодня уже еще одной женщине отвечала, и сейчас скажу вам, Наташ, она у вас не никудышная. Я эту рассаду толстоногую, которую я показала, я сеяла 23 января. Она очень медленно растет, поэтому ее и выбирают для ранних посевов, потому что с ней проблем нет. Она не вытягивается, и у меня, которую я показывала, у которой уже 5 листиков, это считается уже вообще старушка, как я их называю, маленькие старушки. Представьте, посеяна 23 января, сейчас она с 5 листами, у нее будет 6 листов, через полмесяца я ее буду высаживать, но она тоже будет не очень высокая. Она компактная, поэтому я, как думаю, я, конечно, не видела вашу рассаду, но зря вы говорите, что она никудышная, если два настоящих листика со середины февраля у нее уже выросла. Ну, компактная, очень компактная. Еще вы, если говорите, что вы ее держали где-то там в неотапливаемой комнате, конечно, это немножко еще притормозило ее рост. Я вам скажу, что у нее специфика такая, что она, если будет сильно холодно, она будет сидеть, сидеть, сидеть в одной паре. Как только наступит тепло, как только она увидит солнце, будет жарко, она сразу у вас очень быстро наростит вот эту зеленую массу. Насчет того, что мало листьев, даже не расстраивайтесь. Главное, чтобы она у вас зашла, главное, чтобы она была здоровая, не переливать, ничем ее желательно не подкармливать. Я вот ничего дополнительного не добавляю, она свое все равно возьмет. Возраст-то у нее тикает, часики, она уже не маленькая. Вот спрашивает Татьяна, вы в теплице снимаете? Вот ей уже ответили, это придомовая теплица, то есть теплица, пристроенная дому, с одной стороны дом, а с трех сторон теплица. Короче, у теплицы одна сторона, это стена дома. Спрашивают, томаты ночуют в теплице? Нет, томаты не ночуют в теплице. Я сегодня первый раз смогла пробраться, проползла в ту теплицу, где с подогревом грунта, смотрела там температуру, там 40 градусов, но в закрытой теплице было сегодня 40 градусов воздух и плюс 10, грунт на глубине 10 сантиметров. Так что буду завтра туда разведчика засылать, то есть буду одну томатку оставлять на ночь, смотреть, как она там себя будет чувствовать. Но пока томат не ночует ни в какой теплице, ни в этой, ни в другой. Вот Ирина Голубцова спрашивает, хотелось бы увидеть, как выглядят скрученные ботяне. Я обязательно покажу, сразу скажу, что они выглядят очень маленькими по сравнению с те, которые не скрученные, раза в три точно меньше, но потому что их сразу же как полулежа положили, там еще сильно и показывать нечего, но покажу. Сейчас немножко вот с посевами разгребусь, честное слово, вот эту неделю вообще даже лишний раз расчесаться было некогда, потому что только сеяла, пикировала, переваливала, сейчас вот этот пик пройдет и будет свободнее. Буду снова снимать видео, отвечать на ваши вопросы. Вот Галина спрашивает, расскажите, пожалуйста, как поливать и подкармливать рассаду после первого полива через 10 дней? Я не знаю, правильно ли я поняла вопрос. Вы имеете в виду после пикировки или после посева, после первого полива? Но я, наверное, думаю, что после пикировки, потому что я вот до пикировки вообще даже разговоры о подкормках ни о каких никогда не говорю, но это уже однозначно ее не надо, она совсем крошка. Через 10 дней после пикировки, когда через 7 или 10 дней вы ее полили, и потом вы уже смотрите по состоянию здоровья. Возможно, и многим, и большинству огородников, никакая подкормка до высадки на постоянное место в открытый грунт не нужна. С условием, если вы заготовили питательный, сбалансированный грунт, если вы уже туда добавили удобрения при приготовлении грунта, никаких не нужно подкормок. Подкормки нужны в том случае, когда у вас или начинают желтеть листья, ну, короче, когда состояние здоровья рассады вам показывает, что не хватает какого-то микро или макроэлемента. Только в этом случае нужна подкормка. Я вообще не подкармливаю, но вообще могу посоветовать вам, если вы не знаете, чем подкармливать, я вот всегда всем говорю, чтобы не переборщить, чтобы ничего не обжечь их, чтобы не перекормить, можно просто купить вот это вот черное гуминовое удобрение, вот я как показывала, какой-то есть и гумат, натрия, и есть просто, вот я показывала гуми Кузнецова, вот эти био, именно биопрепараты, в которых содержится и фосфор, и калий, и все, что нужно растению, и можно разводить по инструкции и подкармливать. Никакими такими кардинальными какими-то суперподкормками я никогда не пользуюсь. У меня они как-то сами вырастают, естественно, путем. Вот Моника Панина спрашивает. Так, еще вирус этот свирепствует, короче, самолеты не летают, поезда не ходят, пригородные, междугородные автобусы не ездят, а какая ситуация в вашем городе? Ну, если честно, я не знаю, у нас самолеты так и так не летают, у нас нет никакого этого, как сказать, аэропорта, у нас такой город, у нас тупик железнодорожной линии, ну, а автобусы, наверное, ходят, у нас, просто у нас, мы так далеко от всего этого, от центра, от всех этих, от Евросоюза, от Москвы, от всего, что у нас даже разговора нет ни про какие эти эпидемии, и мы об этом не говорим. А особенно я, я занимаюсь своими делами, я даже не знаю, что там с эпидемией, сложно или нет. Ну, слушаю иногда новости, но у нас это очень далеко от нас. Вот еще один очень такой актуальный комментарий, на который я хотела поговорить. Вот Наталья Колчанова пишет. У меня рассада тонкая, высокая, пройдет время, рассада начнет падать. Вот я не знаю, что делать, помидоры растут в 500-граммовых стаканчиках. Ну, во-первых, зачем вы так заранее говорите, что пройдет время, рассада начнет падать? Может быть, она, наоборот, растаустеет и окрепнет? А зачем вы ей даете сценарий уже негативный? Смотрите, чтобы рассада не начала падать и совсем не истончилась. Тут же есть много таких, так сказать, агротехнических приемов. Например, вот правильно вам там написали, что можно подсыпать, можно перее... Вот пишут, крутите, укладывайте, подсыпайте землю. И тут... Вот правильно Надежда Красикова написала, почему такой пессимизм. Пишут, и отрезать можно макушки. Смотрите, во-первых, если у вас рассада сильно вытягивается, тонкая, высокая, нужно, конечно, ей создать условия, чтобы немножко было похолоднее. Я вот сегодня выносила, и все, кто опытный огородник, они видят, что у меня тоже рассада подвытянувшаяся, потому что в домашних условиях, ну, невозможно вырастить такую толстенную, крепкую рассаду, чтобы она была и не вытянутая, и ярко-зеленая, и все. Конечно, у них условия выращивания не подходят комнатные. И я всегда говорила нынче всю зиму, что у нас жарко, и у меня тоже рассада вытягивается. Это беда, это проблема большая. И когда у меня спрашивают, что вы делаете в таких случаях, ну, я обычно препаратами никакими не пользуюсь, я жду солнца, я знаю по многолетнему своему опыту, даже она чуть-чуть сейчас подвытянулась, как только будет возможность выставлять ее на солнце и в более такую естественную среду, ну, вот, например, в придомовую теплицу, или даже будет, когда тепло, вообще на улицу, она начинает крепнуть, она все равно растолстеет, окрепнет, и она будет такая более коренастая. Если у вас еще долго, вы не сможете никуда ее не вносить, ни на солнце, ни на что, хотя бы поставьте ее пореже, чтобы у нее не было конкуренции за солнце, за солнечный свет. Почему она вытягивается, я не знаю, но обычные причины какие? Мало света и тепло в помещении, значит, нужно на холод, значит, нужно больше света, возможно, нужно между, я вот сегодня говорила, у меня между стаканами, я вставляю еще пустые стаканы, один полный, один пустой, чтобы между ними было больше пространства, чтобы они не тянулись вверх, а они тогда листья начинают в ширину распускать, а не вверх вытягиваться. Ну, и, конечно, есть наши вот такие всякие огородные вот эти приемы, лишний раз пересадить, но у вас, если уже в 500-граммовых стаканах, значит, вы уже, наверное, ее пересадили в большую емкость. Я вот, когда она у меня растет дальше, я еще потом и в 2-х килограммовую тару пересаживаю самые большие. Конечно, в крайнем, в самом крайнем случае, можно вот люди и закручивают, и можно даже одну такую длинную рассаду переросшую делить на две, нижняя и так вырастет через пасынки, 2 пасынка оставляют, а верхнюю в воду и укореняют. Способов очень много, но, возможно, она у вас даже до этого не дойдет, может быть, она у вас и не упадет никуда. Пореже поставьте на холод. В крайнем случае, можно сделать опрыскивание чем? Монофосфатом калия, потому что этот препарат многие им пользуются для того, чтобы рассада не вытягивалась вверх, чтобы она была коренастая и не потянутая. Я предпочитаю больше такие вот, пересадку, перевалку, но многие делают опрыскивание. Так, это то же самое. А вот ей, кстати, посоветовали в холод перенести. Ой, опять третий раз. Это же она, зрительница, наверное, думает, что они не доходят. Вот, полейте атлетом. Я бы так опрометчиво атлетом не советовала поливать. Сдерживает рост и толщает стебель. Говорят, что атлет может сдержать рост не только на время произрастания рассады в стаканчике, но и потом, когда уже высаживаешь в открытый грунт. Он еще долго сдерживает рост рассады. Виктор Унов спрашивает, не поняла, почему у меня рассады в тысячу раз меньше, чем у вас. Снимите ролик на эту тему. Я не знаю, вот смотрите, в тысячу раз это как? Если у меня сейчас две тысячи, мне нужно в огород, я высаживаю в огород, в теплицу. Если у вас в тысячу раз меньше, значит, у вас две штуки всего. У меня две тысячи. В тысячу раз меньше. У вас две штуки, но это очень мало. Я из-за двух штук не стала бы. Вот Наталья Никитина правильно спрашивает. Значит, вам много не надо. Скорее всего, это вопрос такой, как с поддевкой и с подковыркой. Ну, Виктор Унов, если у вас всего две штучки рассады, значит, вам столько нужно. Значит, вы такой трудолюбивый человек, что две рассади выращиваете весь год. Если честно, непонятный вопрос. То ли он меня хотел немножко как-то ущипнуть, укусить или что. У меня тоже совсем небольшие кустики. Ну, это смотря какой сорт, Марина, смотря во сколько вы посадили, какого числа. Я же вот эти, которые посажены. Это же для самой-самой первой теплицы, для теплицы с подогревом. Они высажены, посеяны в конце января. Мало кто сеет так рано. И поэтому она кажется по сравнению с вашей большой. Вот эту сейчас я когда выкину, туда высажу, в теплицу отапливаем. Останутся, которые те нормальные, которые для открытого грунта, которые для холодной теплицы. Вы увидите, что рассада почти у меня такая же, как у вас. Она не может быть другой. О, пишут, веселая вы женщина. Это точно. Обхохочешься. Мы сегодня как в теплицу проползали. Не смогли найти человека, чтобы он тоннель пробил туда. Кстати, с Катей ходили. Она легкая. Она проваливается на 15 сантиметров. И вот этот пласт ее удерживает. А я со своим весом. Ух! По саму жопу! Как провалюсь. Потом вылезти не могу, как это. Черепашка. Опять только пройду два шага. Ух! Завтра посмотрите, как мы лазили в теплицу. И что там у нас в теплице. Там в теплице красота. Пишут, у меня помидорчики в ячейках. Пора пикировать. Стоит ли им корень оголять и проверять. Или сразу делать перевалку. Но если вы видите, что по состоянию, ну как по внешнему виду, усеянница хорошая, то можно делать перевалку. И все, не обязательно оголять. Зачем? Это я у меня, видите, у меня он вынужденно оголяется, потому что я же из лотка, а на земле все равно обтряхивается. И я обычно оголяю, если такой сеянец немножко уродится, как немножко какой-то, ну видно, что не такой, тогда уж проверяю. Может быть дело в корне. И зачастую, если сеянец слабый, если он не растет, скорее всего, вот на моем опыте, обязательно там какой-то коричневый корень. Ну такой ненормальный. Пишет Ольга, большое вам спасибо за терпение объяснять нам из года в год. Это точно. Нынче почитала одни и те же вопросы, и одна главная зрительница мне написала, вы зачем рассказываете в этом году, как пикировать томаты очень подробно? Ведь вы в прошлом году все это рассказывали, а вы знаете, может я вас удивлю, но в прошлом году было 50 тысяч подписчиков, а нынче 150. И вот эти прибывшие около сотни тысяч, они не смотрели прошлогодние видео, они даже не знают, есть такое видео или нет такое видео. Некоторые возрастные вот такие зрители, они заходят, они не знают даже, что такое плейлисты, где искать и все. И они просто, если не показать еще раз эту тему, они будут писать и писать вот эти вопросы. А покажите, как пикировать. Даже если когда покажешь, и то, ну, через два дня спрашивают, а как пикировать, потому что даже отслеживать многие не умеют. А вот Светлана Петрова, которой я сегодня снимала видео, отвечала, что почему рассада не такая, насмешили, успокоили, когда свои толстоножки показали. А то я побежала к своим, уже стала переваливать шитровые горшки, приговаривала, догоняйте Ольги на томатики. Вот я и говорила о том, что вы смотрите вот на эти, на высокорослые, а у меня-то толстоногие, они тоже маленькие. Вот тепличный бизнес почему-то пишет, у вас сегодня прям конвейер видео, какой конвейер, 3 видео, у меня обычно и 5, или там и 7 видео в день, потому что я что вижу, то и показываешь, всегда говорю. Но тот, кто давно смотрит, он знает, что 3-5 видео, это для меня нормально, потому что они все такие, как в реальном времени. Вот сейчас я вынесла в теплицу, все показала, все рассказала, завтра что буду делать, еще раз покажу, расскажу. Так, хочу дойти до одного комментария, на нем закончим, где одна зрительница, когда я сказала, какие томаты я съесть сейчас, она попросила меня прям перечислить все по сортам, и я пришла с тетрадкой, уже с вами не первый год, поскольку вы нас научили, это Ольга Лейкина пишет, поменяли мое отношение к выращиванию полностью. Я очень рада, когда читаю такие комментарии, когда пишут люди, раньше ведь, ну как, они так пишут, что раньше мы выращивали как, посадил и ждешь, и думаешь, что она что вырастет, и никогда не задумывался, что ей надо, что она любит. И сейчас, когда люди пишут, что после просмотра ваших видео, мы поменяли отношение к выращиванию, отношение к растениям, мне это очень, вот, это как раз то, чего я хочу добиться. И, так, и еще раз хотела добавить, и не важно, что я иногда, ну как-то спонтанно, спутанно говорю, я же говорю, что у меня нет ни сценариев, ничего, вот спросили, я отвечаю. Иногда действительно меня очень сложно понять, но кто... Для этого нужно смотреть все видео по порядку, и тогда вот эта логическая цепочка, она будет понятна, она не рвется. А когда человек заходит, посмотрит одно видео и говорит, а о чем вы говорили, я не понял, а это было как раз в предыдущем видео, например. Поэтому лучше, если кто хочет вникнуть вот в самую суть, лучше смотрите все по порядку, вот прям по датам. Светлана Давыдкина пишет, вырастила толстоножек, продала около 600 штук, около 50 высоких, с ними сложно. Вот я и про эти, про толстоногие, и про высокоруслые, про эндотерминатные хочу сказать. Да, с ними, во-первых, сложнее, их же раньше мы сеем, и они требуют больше ухода даже в выращивание рассады на продажу. И они стоят дороже, но люди, которые берут, они же всегда знают, или вы берете вот этот, или вы берете вот этот. И вот эти вот такие высказывания, когда что продают, ну что пытаются обмануть, я не знаю, но это возможно, конечно, где-то на рынках, на больших. У нас, представьте, у нас маленький город. Если ты кому-то что-то не то продашь, они на будущий год придут, и тебе выскажут все равно. И вот про картофельный лист, правильно, Наталья Воросян пишет, что первый раз слышу, что с картофельным листом помидорный сладкий. Очень много, я не буду все перечислять, здесь и розовый слон, и все амикады. Очень много томатов. С картофельными листьями, которые очень сладкие, очень хорошие. Вот тут Лидия Калантаева написала, за вами боты, наверное, приглядывают, деньги отрабатывают. И Людмила спрашивает, какие боты. А если честно, я тоже не знаю, какие боты. Может, кто-то и приглядывает. Кубанская ботворья пишет, что сладкий плод не от рассада, а от условий выращивания сорта. Это я тоже согласна. Вот Станислав Болтович опять пишет, нудно, долго. Вы знаете, как мужчина не зайдет к нам, обязательно только с критикой. Только с критикой, ничего не будем его не удалять никуда, пусть он смотрит. Но я считаю так, что если нудно и долго, если ты воспитанный человек, ты просто иди тогда на другой канал, проходи мимо. Зачем писать, что тебе нудно и долго? Но это только показывает то, что ты, наверное, нудный. А когда этот же видеоролик посмотрят, начинающие скажут и подумают, скажут, да еще мало, еще бы подольше и поподробнее бы рассказали. Это же у нас у всех разная степень подготовленности. Вот, Ирина Чекалина спросила. Завтра буду на этот вопрос отвечать, постараюсь там, когда вынесу ее. Подскажите, рассада поминоров салатового цвета стоит на лоджии, температура, короче, такая, чем подкормить и нужно ли? Поливая редко, боюсь залить. Правильно, не надо заливать. Вы знаете, вот рассада салатового цвета, я хотела спросить, она у вас вся салатового цвета или выборочная? Я вам завтра покажу, у меня вот на моем примере, вы посмотрите, у меня один сорт рассады стоит, вот листья прям темно-зеленые, а другой стоит светленькие они такие, салатового цвета. Я, конечно, не собираюсь их не подкармливать, ничего, просто я знаю, что у разных сортов томат есть различная вот эта гамма оттенков зеленого цвета, листьев. Поговорим об этом завтра. Томатное подворье, ой, Кубанское подворье пишет, томатный рай, красота, хорошо, у меня немного, как вспомню эти тысячи рассады, тоже, вероятно, когда-то были тысячи рассады. Татьяна Большакова пишет, с возвращением, без вас тоска зеленая. А со мной тоже зеленая, может и не тоска. Так. Так. Вот пишет какой-то умный человек, а еще надо заняться заменой поликарбоната. Ой, какие люди, вот во все щели лежат. Я уже об этом говорила, а мне даже люди посоветовали, что, может быть, лучше не менять, это как свето-затенение, у нас же юшная сторона, действительно, никакого притенения не надо. Ну, во всяком случае, это мое личное дело, когда мне надо будет, я, конечно, займусь. А может быть, вас позвать, вы мне займетесь, раз вы так болеете за мой поликарбонат. Так. Я еду. Вот огородная история пишет, переживала, думала, вы заболели. Но попала в рабство автоматное. Теперь март месяц весь полностью. Вот смотрите, пишет Тамара Берендеева, подскажите, где можно купить семена. Это про ренет. Я ренет покупала у частного коллекционера. Я сейчас тоже торгую, но сейчас уже заказы, конечно, не принимаю. Вообще ренет, не знаю, есть ли в магазинах или нет, я не видела. Но обычно он вот у частных коллекционеров ренет продается. Так. Свободу томатным рабыням вот. Так. Сейчас, минуточку, подождите. Нет. Не могу. Ну ладно, я так тогда. Вот смотрите. Не помню фамилия. Был здесь комментарий. Зрительница попросила назвать. Вот я же сегодня... Сейчас. Я сегодня, когда сказала, какие я сейчас сею томаты, вот одна зрительница попросила назвать прям по сортам, потому что она, как я говорю, повторяю все, хочу посеять именно те, которые вы сеете. Я сейчас назову. 4 марта я сеяла такие более крупноплодные. Медовый салют, Алые свечи, Колокольчик, Черно-голубой хребет. Это какие-то есть индотерминатные с крупными сортами, ой, с крупными плодами, а какие-то есть крупные плоды, но они невысокие, вот такие, как бердский крупный. Посеяла бердский крупный. Потом. Грибное лукошко, трапеза влюбленных, Вова Путин, Дончак, Золотой бык, Тещиный язык, Мила, Сахарный бизон, Красный трюфель, Чухлама, Лимончик, Ракета желтая, Шахерезада, Сахарный гигант, Розовая мечта, Египетская гусиное яйцо, Бычай лоб, Сахарный подавик, Андрейский сюрприз, Супербома, Баланжела гигант, Гордость Сибири, Розовый гигант, Голубая звезда, Медово-сахарный. Это была первая декада марта. В это время я сею обычно те, которые покрупнее или эндотерминатные. Там был один лоток дальше. Это этот, как вам сказать, ну и иностранцы вот эти, которые я не буду даже перечислять. Потом еще черных принцев досеяла. И вот сегодня, я сейчас расскажу, вот сегодня уже вторая декада марта, сегодня я сею уже немножко другие томаты. Это те, которые вот пальчиком, перцевидной, такой немножко, уже засолочные у меня немного пошли. Сегодня посеяла. Сибирский пируэт, дамские пальчики, загадка, золотая пуля, дубок, король ранних, ракета, добарау розовый, белый налив, взрыв, вот эти уже пошли скороспелки, немного уже сегодня посеяла. Сибирский гигант, желтый, пиноккио, розовый фламинго, перцевидно-оранжевый, засолочный деликатес, гаспачо, добарау оранжевый, бутуз, красный глобус, ильдигаванская сигара, видимо-невидимо, сахарные пальчики, филиппок, каштанка. Потом посеяла сегодня, я в теплице уже сеяла, но сегодня посеяла, хочу в открытом грунте попробовать, еще индийское мясо и крымский черный. посеяла Санька золотой, Санька красный, гранатовая капля, искра Сибири, новосибирский засолочный, момент земляк, московский ультраскороспелый, барнаульский консервный и засолочное чудо. Вот между этим сегодняшним лотком и тем, которые я вот называла, я еще посеяла один лоток с такими, тоже с толстоногими, Настенька, Петруша-огородник, Сибирская тройка, это было несколько дней назад, потом, ну вот эти все госпожа у дачи, то есть вот эти толстоногие, которые не для теплицы, а именно для открытого грунта, я хочу их высадить в этом году в открытый грунт попробовать, чуть пораньше, если даже не удастся высадить пораньше, немножко, значит, они посидят подольше в рассаде, ничего страшного нет. И остались у меня на самый-самый, а вот тот лоток, который с толстоногими, Настенька, Демидов, потом Бетта посеяла еще одну, которую уже мне зрительница прислала, вот все забываю, она в тот же день прислала, я в тот же день посадила, потому что моя Бетта точно оказалась не эта, не та Бетта. Потом посеяла я, вот несколько дней назад, дальневосточные томаты, все эти, Приморис, Топтышка, Саммит, Хабаровский, Амурский утес, Заря Востока. Вот это, которое прислала зрительница Вера Рязанова, она при мне попросила, пожалуйста, не теряйте эти сорта дальневосточные, раньше они, говорят, гремели, был такой, тоже там это, семенная, вот эта опытная, эта станция, сейчас половина сортов порастерялась, именно вот это вот с советского периода они. Потом посеяла Челябинский метеорит вместе с ними, Дюшес, Тройка, Сердцевидный, о котором я говорила, Розовая жемчужина, Огородный колдун, Яблоки на снегу, Колопок, Щелковский, Скороспелый. Вот эти томаты, которые я уже сею сейчас, эти все они будут для открытого грунта, единственная разница в том, что или я их высажу немного пораньше, они будут прикрыты у меня чем-то, или пленкой, или нетканкой, или я их высажу в стандартные сроки, но подольше подержу в рассаде, чтобы как, ну только высадила, и чтобы они сразу начинали цвести и плодоносить, потому что скороспелки, если их поздно, я пробовала, и в апреле поздно сеять, вот если в апреле сеять, например, и сеяла и 10, и 20 апреля, тогда они, как выразится, теряют свою скороспелость, ну то есть долго их ждать, а хочется же их пораньше, прямо пораньше, ну вот нынче попробую так, конечно, сею все с запасом, и поэтому, если я высажу, например, одну партию, и что-то у меня случится, я заменю их другими. Закончим на такой оптимистической ноте, вот зритель, но это не Антон Павлов, это женщина пишет, пишет, моя хорошая, из-за своей древности не очень владею компьютерами, прибамбасами, буквально сегодня смотрела ролик астрологов, и там оговорилась фраза, что с такого, такого времени планета принесет сюрприз, но я сама себе говорю, лишь бы сюрприз, со слезами от радости. Ольга Шок, когда позвонили почте, сказали, что есть письмо, спасибо, что не забыла, низкий поклон, Шок радостный. Это, я вот, если я правильно поняла, в прошлом году, мне писала одна женщина, и говорила, что им нужны семена, для монастыря, ну как, не могу ли я им там, ну, пожертвовать, выслать и все. Я в прошлом году адрес записала, но ко мне они обратились очень поздно, вот так же, где-то примерно в марте, я сказала, что я уже, наверное, не успею выслать все. Мы с ними не созванивались, они больше не просьбу свою не повторяли, ничего не делали, вот, кстати, тоже про какие-то атоматах, о заготовках было видео. И я в этом году на свой страх и риск отправила, собрала вот это письмо, и вот в числе последних я отправила, когда уже все заказы разослали, я не знала там, придет оно, не придет, я не знала, как им сообщить, потому что не было никаких контактов ни в Однокласснике, ни в электронной почте, просто вот было комментарии сразу с указанием адреса, попросили, если сможете, вот по такому адресу вышлите. Я рада, если это то письмо, о котором я думаю, если оно вам дошло, и, ну, все это значит, если это письмо в Приднестровье, в Молдову, то значит письмо дошло, а то я тоже расстраивалась, отправила большое количество семян, думаю, то ли дойдет, то ли не дойдет, это очень хорошо, когда, как вот она правильно сказала, лишь бы сюрприз, со слезами от радости, когда шок радостный, и когда новость приятная, это очень-очень хорошо, будем надеяться, я вот каждый день ложусь и молю, хоть бы в этом году было хорошее лето, без града, без каких-то катаклизм, без штормовых ветров, которые теплицы у нас уносят, завтра покажу вам, оттаяла теплица, та, которая у нас сломалась, там ужас, как после войны, лишь бы все было хорошо, вырастить свои драгоценные томатики, полюбоваться, мне не столько поесть, как полюбоваться, я вот сейчас перекладываю, думаю, скорее бы посмотреть, какие они в лицо, какие синие, какие полосатые, какие красивые, часто же так бывает, ложишься вечером, еще ничего нет, утром вышел в огород, помидорка родилась, да еще какая-то необычная такая, ну все, до свидания, а то я сейчас буду говорить бесконечно. Субтитры создавал DimaTorzok,